От отказной працы агрария у многим залежит экономика района. Утры засушливые годы нанесли великую шкоду сельской господарцы. Але причина того, что особные сельгазпредприемства минусуют не только у гэтым, а в складанностях населения, что с гэтым рабить, гутерли на нараде у Калинковичах. Марина Северьянова побывала на сустрече, а так само наведала господарку, на какую можно ориентоваться иншим. Много коров, но здесь легче. Здесь автомат. Просто коровы даются на автомате. Мы их подтираем, сдавливаем, подключаем и закрываем. Смотрим, что коровка выдаётся. Подключаем. Бачки у нас немного, не надо так сказать, как на старых термах, которые существуют. Здесь такого нету. У ГТЖ господарцы живела водом працу и муж Жанчины, а старший сын вучится на агронома. У сего у семьи трое детей. Отпочивайте особливо неколи. Хатные справы чергуются с прационами, которые начинаются у доярки у четырех годин ранницы. Мотивую, рассказывая Вольга, не только любовь до працы, але и достатково высокая зарплата. 1100-1200 в месяц. Вы довольны? Конечно, такая зарплата. Где сегодня вы заработаете? 1100-1200. Даже продавец на такую зарплату не получает. А мы получаем, да, нам тяжело. Мы встаем в 3-40. У нас уже 4, у нас начинается дойка. И в 11 мы приезжаем домой вечером. Мы много работаем, но мы получаем в соответствии сегодня зарплату. Которую мы, я думаю, мы очень довольны. Даже и девчата те, которые подтвердят, что мы сегодня своей зарплатой довольны. У нас получается 5 молочно-товарных ферм. На теперешний момент 4-400. У нас имеется всего КРС в хозяйстве. Из них 1261 – это дойная стада. Основной стада к уровню прошлого года мы на 20 голов приросли по поголовью, по дойному поголовью. И на 200 голов приросли основного поголовья, получается, к уровню прошлого года. Ну, за 2020 год мы произвели 3400 тонн зерна, 500 тонн картофеля, произвели 1700 тонн молока. Это много, да? Вы произвели больше, чем в 2019, например? Да, да, больше. Мы на теперешний момент, если так вот для сравнения взять, по молоку идем 147% к уровню прошлого года. Но ведь в целом по области сейчас большая проблема с молоком. Как вам удается перевыполнять планы и почему в других хозяйствах дотянуть до вашего уровня не получается? Ну, я в этом хозяйстве работаю сравнительно совсем немножко, только вот второй месяц работаю. Ну, с чего началась наша работа в основном? В основном осеменение – это в первую очередь скота, плюс контроль и работа с новотельным скотом. То есть первотелочек, всех мы под контроль, всех раздаиваем, авансированное кормление и по максимуму мы с них получаем молоко. С агрогородка Липа уедем у Калинковича. Отлеглась 35 километров. Тут, про несколько минут, начнется нарада с уделом первого наместника старшини Гомельского облаконкама Игора Часнака. На встречу он запросил всех, кто мает дотчинение до сельской господарки района. Размова отрималась достаточно грунтовная. Не глядя на то, что многие показчики по леташним снежними первые выконаны, но в целом погоде не дотягнули до 100%. Акценты на самостоянном выросшивании кормов, свойчасовой племенной працы. И отповедно на повышение надоев молока. Эта личба у Калинковича значительно ниже, чем средняя областная. Грошей на поддержку господарок без особливых причин никто выделять не будет. Сподеваться треба у первой черги на свои силы. Мы очень сильно столкнулись с такой проблемой, как здоровье животного. Есть очень много технологических проблем, которые на сегодня. Здоровое маточное поголовье, увеличение сервис-периода, к сожалению. То есть хватает работы как и племенной службе, как и ветеринарной службе, безотехнической, ахрономической. То есть здесь уже никого не выкинешь из этой песни, потому что все должны быть завязаны в одно целое и единое. Поэтому проблем именно в животноводстве очень много. До ручения распроцовать детальный план по господарках, какие доведенные параметры не выконали. Простый день – дать справоздачу. Для этого первый наместник старшины вернется в район и со встречи проведя уже не в зале райвы конкама, а в сельгаз в предприемствах. Марина Северьянова, Валерий Хопанько, Телерадо и компания «Гумель», Калинковицкий район.